в нашей традиции вообще сейчас согласно не пропиваются это сделано специально для того чтобы мы забыли свое великое прошлое и не знали о том что такие звуки они в первую очередь влияют на нас помогают резонировать с нашими тонкими началами вызывать в них глубокий резонанс позволять очень много чего делать напитывать их потенциалом и соответственно работать для преображения мира потому что звук это волна мы знаем что волны бывают взрывные узнать теорию взрывных волн те понимают что о чем я говорю то есть у нас все эти моменты они есть и где-то чуть-чуть об этом физике говорится но в силу того что наука выхолощены нам разрешают знать только то что собственно навредить системе не может по большому счету все контролируется то вот мы живем так как мы живем но нам нужно традиции возвращать не только слов ом м пропивать а и ор и од и об и все остальные да и пама паба да и вот все эти слоги которых я уже сказала это все тоже надо пропивать так вот когда мы проговариваем словом то мы понимаем что мы работаем с тонким началом нашего ментального тела ну хорошо и теперь мы добрались до тела которое отвечает за наши события по представьте вот я еще хочу немножко назад вернуться какое количество сейчас мантр ну вообще правильное название минтер сейчас создано и нам не дает ни с каким больше телом поработать а почему потому что если мы начнем работать там например с эфирным телом с астральным телом или например там я не знаю с божественным телом через звук бада пропивая его то мы же не просто стимулируем как бы новые начала и резонанс с чем-то а именно с тем божественным что позволяет открыть способности возможности потому что все наши возможности все наши способности они в нас заложены по праву рождения единственная причина по которой они не раскрываются это потому что у нас дефицит потенциала дефицит энергии так вот получается что когда мы начинаем работать с этими слогами мы начинаем подпитывать свои тонкие тела и тем самым начинать проявлять свои способности возможности поэтому то что нам разрешили слов ом это великое чудо но сами понимаете что обострить мыслительные процессы можно хорошо да то есть вы в состоянии измененного сознания проговаривать звук ом и потом команду после него то что вы какую команду вы даете своему ментальному телу своей своему телу мысли вот соответственно то и вы получаете но самая знаменитая такая мантра как ом мани падме хум вот если ее перевести то она переводится о жемчужина сияющей цветке лотвеса но то есть даже вообще вот представьте вы произносите звук слог ом а потом про жемчужину какую команду в данный момент вы даете причем на том языке который ну будем так говорить он новодельный то есть на новодельном языке человек произносит фразу которая никакого отношения не имеет к преображению нашего ментального тела вот здесь мы задаемся вопросом как система легко и круто изурочила нам понятия ряд чтобы во первых забыли какие звуки бодражат и соответствует каким нашим тонким началом и соответствует каким командам чтобы работать с нашими тонкими началами то есть все забыто надо все это восстанавливать я понимаю что я сейчас такое количество людей на хвост наступая с их знаниями пониманиями я никого не хочу обидеть но я пришла сюда только для того чтобы вы еще быстрее эволюционировали чтобы у вас еще больше успехов было чтобы вы знали как вот со своим энерго балансом энерго аппаратом в том числе физическим телом взаимодействовать так чтобы у вас были сплошные успехи вот мы сегодня пришли чтобы творить но на это видео по крайней мере я пришла для того чтобы после этого видео вы смогли со собой творить самые невероятные преображения чтобы у вас случались самые крутые просто невероятные способности раскрыты и это было вот вашим достоянием чтобы вам не приходилось карпеть с одной мантрой ом да и с последующими словами которые вообще ничего не значит всю жизнь и ничего не получая кроме условно обнуление потому что обычно это делается медитации нам же нужно не только обновление нам же нужно потенциалы нужны способности возможности которые нам даром и по праву рождения поэтому естественно я акцентирую на этом внимание поэтому всегда проверяйте почему система разрешает почему это в открытом доступе куча книг на эту тему всегда есть подставок это говорит о том что нас оболванивают и дают как бы полузнание мы знаем что полуправда хуже чем чем ложь почему потому что ложь мы сразу засекаем мы понимаем что что-то не так а вот полуправда она вроде бы как будто чувствуешь что звук ум даун твой как так то вот прям душа откликается все откликается а потом ну вроде да вот должно быть вот так не так это должно должно быть по-человечески но и последнее слово которым я хотела сказать это слог к вот мы знаем что даже в египетских всех традициях к это пред душа и мир кабада все наши вот эти учения это все вот оттуда примерно потому что слог к он соответствует когда как раз телу наших событий то есть если мы произносим к то то и причем на распев точно так же к это как звенящая зудя всяк то есть она глубокая вот там и а на распеве то есть получается что мы начинаем стимулировать этим слогом проявлять наше тело событий вот особенно я обращаюсь к тем у кого к сожалению складывается так судьба которая ну условно не нравится то есть есть пожелание чтобы что-то было лучше чтобы все складывалось как как наилучшим образом соответственно вот это тот ключ который поможет как вот прям завести потенциал вашего тела казуально отвечающего за события за цели воплощения так скажем целевые для чего вы сюда пришли какие вы ставили себе пути вот как раз логка а какую команду вы зададите это уже соответственно ваше дело ну хорошо теперь поговорим о командах которые наши предки произносили в минтрах то что сейчас я буду говорить коротенькие предложения так делали наши предки я уже говорила что в нашей традиции было огромное количество правильных функций я каждый раз мне уже кажется что у меня на языке мозоль я говорю что раньше у нас не было отрицательных смыслов у нас не было отрицательных слов у нас вообще не было ничего что нас бы приводило горести бедам проблемам потому что если ты резонируешь чем-то светом ты становишься светом если ты ну как бы резонируешь с болью ты становишься более вот наши традиции даже слов таких не было которые обозначали иметь что-то такое отрицательное негативное так вот соответственно получается что наши в наших традициях у каждого бога были свои правильные функции или как сказать приветствие или смысловые нагрузки или потенциалы по современному до энергии которые они даровали нашим предкам и даруют сейчас но давайте вспомним правь богиня прави это благие совершения богиня леля это божественно блажь или ленья вот мы говорим что мы лелеем своих детей вот как раз это у богини лели бог троян это божественная судьба или ста старое слово которое звучит как габино у богини яви это удача у родигаста радость у слави славы и почет у бога желе терпение исполнения желаний у костромы это вечность усимаргла воля и твердость у берегине бережение у богини нави мира богини тани благость у бога перуна праведность у богини мага щи могущество у бога свинтовита мастерство и процветание я надеюсь что меня слышно у меня опять какая первая да выскочила боже андрей меня слышно тебя слышно хорошо богини мага щи могущество я уже не знаю с телефона как-то очень странно депрансляция у бога свинтовита мастерство и процветание у богини мары святость у бога хорса всего хорошего у богини лады влада и согласия у бога стрибога здравия крепкого у бога вея мудрости у бога ярилы счастье у бога велеса величие соответственно богини купалы это прощевание так вот вот эти 24 функции или потенциала мироздания потому что мы формировали наш эгрегор древний это даровалось нам так вот мы программировали наши тонкие энергии наши тонкие тела произнося именно эти пожелания то есть мы проговаривали например тот же самый знаменитый звук ом ом потом какому богу мы обращаемся то есть какой канал мы хотим открыть на себя например богиня прави ом прави потом что мы делаем мы читаем минтру минтру потому что мы хотим свершение благих от этой богини и рцем рцем это одно произносить да то есть если мы быстро эту мантру произнесем то получается ом прави минтру совершение рцем вот такая вот ментра когда мы смотрим на любую минтру или мантру так по современному мы должны вот каждый слог понимать то есть первым слогом мы будоражим то или иное начало в себе энергоинформационное вторым слогом мы призываем кого то есть какого бога какую частоту мы хотим сейчас в виде канала на себя спустить дальше у нас идет соответственно что мы делаем мы читаем ей минтру то есть минута рада или мантру с по современному потом идет функция то есть что мы хотим какую команду дать например как слоге ом до своего ментального тела то есть мы хотим взять свершение благе и потом рцем да то есть мы произнесли это целом еще раз повторюсь как это мантра звучит ом прави минтру совершение благих можно добавить рцем если мы хотим ту же самую мантру но например для своего физического тела проговорить для того чтобы она взяла вот это благое свершение я объясню кому это может быть интересно сейчас по всем телам пройдусь потому что ну я как бы это знаю но я всегда стараюсь объяснять так подробно чтобы у человека как раз все сложилось вот в своей голове чтобы для каждого тела понимал как использовать но смотрите значит у нас в стрибах он отвечает за крепкое здравие я уже сказала да что функция крепкое здравие если мы хотим физическому телу перенести крепкое здравие то мы будем произносить слог ор который воздействует на физическое тело ор стри богу минтру здравия рцем это там мантра которая позволит физическому телу обрести здравие то есть мы звуком ор стри богу минтру здравия рецем это я уже так легонечко пропиваю потому что мантра она действительно хорошо когда пропивается то есть когда человек находится в медитативном состоянии можно закрыть глазки можно сесть, можно там хоть в позу лотоса, хоть как вам там удобно. То есть вы находитесь в состоянии расслабленном. И для того, чтобы открыть этот канал, вы произносите, для того, чтобы взаимодействовать, преобразить и излечить своё физическое тело. А у нас сейчас, видите, то химтрейлами нас поливают, то заразу какую-то нам пускают, то ещё какую-то там распыляют в воду гормоны. Сейчас на законодательном уровне, кто не знал, у нас гормоны в водичку вливаются, якобы для профилактики. Мы сами понимаем, что это очень такая тема скользкая. Так вот, когда мы произносим эту мантру, то есть мы воздействуем звуком ор, как детки орут, они кричат, они тренируют свою физическую.